Светы, свечи и десятки игрушек. Ровно неделю назад на этом пешеходном переходе случилась трагедия. Семерка сбила восьмилетнюю Риту Попову. Все произошло средь бела дня, практически на глазах у ее матери. У ней очень большая гематома на голове была, из носа шла кровь. В общем, вся она. Она не шевелилась, она даже не дышала. Эти кадры сделаны уже после аварии. Рита так и не пришла в себя. Несмотря на старания врачей, она умерла спустя сутки в реанимации. После этого жизнь в 28-м микрорайоне круто изменилась. Мы своих детей теперь не отпускаем никуда. То есть без родительской помощи они никуда не идут. Трагедия с Ритой лишь одна в череде происшествий. Пострадавших после ДТП детей с пугающей частотой привозят в областную больницу. В основном дети поступают с множественными травмами, переломами, ушибами, тяжелым травматическим шоком. Но самые тяжелые дети – это с черепами, мозговыми травмами, ушибом головного мозга. Кате, можно сказать, еще легко оделалась – переломами ноги и руки. 1 сентября на пешеходном переходе на нее наехал грузовик. Оле повезло меньше. После аварии 8-летней девочке придется учиться жить заново. Она ехала на велосипеде, он говорит, я ее не заметил. Летел на пешеходном переходе и спил. 9 сбитых детей за 10 дней. Такого на липецких дорогах не было уже очень давно. Чтобы исправить печальную статистику, автоинспекторы вновь начали профилактическую акцию. Теперь каждый день они дежурят у школ и вблизи пешеходных переходов. Так в ГИБДД надеются навести порядок на дорогах, а заодно и разобраться в причинах массовых ДТП. Конечно, еще и дети не пришли в себя после каникул. Но в большинстве аварий, по версии следствия, виноваты все же водители. Превышают скорость или просто игнорируют дорожные знаки. И с таким поведением на дорогах нужно срочно что-то делать. Направили информацию в прокуратуру и в автошколы. Соответственно, информация направлена на то, что при обучении кандидата в водители особое внимание уделялось, обращалось на внимание проезд пешеходных переходов. Ольга Жаборова тоже сейчас собирает документы. С лихачом водителем, который сбил ее дочь, она намерена встретиться в суде. Светлана Федоренко, Юрий Талдыкин, ТВК Новости. Светлана Федоренко, Юрий Талдыкин